удивительно как быстро меняется погода вот буквально два дня назад было где-то наверное 24 26 но на солнце знаете ощущалось как будто бы 30 и даже с лишним 33 было солнечно и жарко и мы конечно возились в саду а потом вдруг раз знаете как по щелочку погода резко поменялась задул сильный такой холодный ветер пронзительный и где-то наверное плюс 10 11 но природы нет плохой погоды и мы садимся завтракать вспомнила я вот и про этот набор кстати он у меня только на две персоны большая тарелка небольшая и вот для супа вот такой набор да и еще мы покупали две кружки одну кружку разбили и вот остались только осталась только одна кружка и вот такой красивый набор ну я думаю что он достаточно симпатичный для завтрака прям самое то и но и вот хочу показать наш завтрак это хлопья у колина одни у меня здесь конечно огромный выбором всего всего но я остановилась вот на этих и на данный момент вот на этих хлопьях производитель келлокс красные ягоды red berries и здесь конечно малина клубника и вишня и вы знаете что интересно до приезда в англию я хлопья практически не ела а здесь знаете прям полюбила их с удовольствием но несмотря на то что в хлопьях уже содержатся ягоды мы тем не менее всегда добавляем свои и я купила еще вот такие видите засушенные но изюм здесь и клюква ягоды клюквы и вот такой нехитрый завтрак у нас сегодня будет а еще хочу показать вам небольшой чайный набор сервис на две персоны этот сервис подарил мне муж как только я приехала в англию подарил мне и сказал что вот будешь приглашать своих английских подруг в гости и подавать чай им вот именно в этом сервисе здесь очень популярен так называемый их strawberry tea когда подают клубнику к чаю но в данном случае здесь земляника и это коллекция botanic garden ботанический сад такой типично классический английский стиль ну и разная разный дизайн может быть но вот ведь у меня в данном случае наподобие клубники земляника пытались кстати потом позже уже найти сможем какие-то еще может быть какие-то дополнительные вазочки или может быть ложки или что-то еще но нет видимо была такая знаете лимитированная коллекция все завтрак закончился я хочу сказать несколько слов о наших новостях но о наших новостях внутри страны имеется ввиду вы наверное уже знаете что поступал борис джонсон борис джонсон наш премьер-министр и сказал что англия потихоньку он начинает выходить из карантина то есть со среды буквально вот через день можно будет выходить на работу можно будет выходить на работу но по возможности не пользоваться общественным транспортом либо ездить на велосипеде как сам борис джонсон до недавнего времени пользовался велосипедом или же конечно на машину то можно будет выходить в тем кто не может работать из дома но к ним относятся конечно в первую очередь производители да те кто работают на производстве свою очередь компании должны обеспечить своих работников всем необходимым в первую очередь это соблюдение дистанции 2 метра знаете вчера были по новостям бибисе показывали вот именно как раз руководители вот этих компаний ну например возьмем производства да и вот руководители очень многие были ну скажем так смущены и удивлены как же так как можно обеспечить допустим на производстве расстояние 2 метра потому что один вот из за директоров выступал говорил что у нас работники работают достаточно тесно друг с другом и невозможно это сделать и свою очередь правительство им отвечает что можно работать с ней лицом к лицу да допустим а вот бок о бок либо же спина к спине то есть правительство дает возможность руководителям различных компаний и организаций быть немножко креативными со среды можно встречаться с родственниками но опять же соблюдать дистанцию в два метра также можно выходить на улицу больше чем один раз раньше можно было выходить ну как бы лимитированное количество раз да по возможности один раз чтобы прогуляться с собакой либо заниматься спортом сейчас же можно выходить но со среды опять же будет можно выходить на улицу столько раз сколько возможно можно будет даже выехать на машине проехаться в парк и с 1 июня сады детские сады и начальная школа приступит к занятиям опять же показывали директора вчера директора одной из школ который говорил ну как возможно соблюдать дистанцию два метра с учениками но возможно правительство на это отвечает возможно формирование классов которые будут вмещать меньшее количество учеников также возможно спортивные мероприятия но за закрытыми дверями вот это мне конечно найти интересно как это так проведение спортивных мероприятий за закрытыми дверями с 1 июня также открываются магазины но кроме продуктовых продуктовые уже открыты различные магазины и с 1 июля открываются должны открыться рестораны папы кафе кинотеатры театры возможно вот но вы знаете что интересно а также наверное вот звучит вот это вот строка соблюдать дистанцию 2 метра но в ресторане я еще могу понять как соблюдать дистанцию 2 метра пришел сел за столик и сидишь да то есть столики расставил два метра друг от друга и все но в пабе в пабе я не знаю как потому что в пабах здесь другая культура здесь наоборот люди собираются чтобы кучковаться чтобы встать такой знаете тесноте общаться пить пиво различные напитки то есть пабовая культура немножко другая поэтому я не знаю как здесь будет вот это вот соблюдено и вообще вы знаете но я мы сможем говорили и также сестрами часы пробили ровно 5 завтрак закончен уже давно так вот я говорю что мы разговаривали значит и с мужем и сестрами из англичане считают что немножко рановато короновато вот вот эти послабления открываются но не знаю посмотрим что будет дальше